В эфире события в студии Андрей Трой. Здравствуйте. В Самаре разрабатывают городскую целевую программу по очистке рек и озер. Она будет включать в себя не только очистку водоемов, но и создание благоустроенных зон отдыха. Вопросы экологии, а также другие городские проблемы обсудили на встрече главы администрации с сотрудниками Приволжского гидрометцентра. Подробнее в нашем сюжете. Точные метеопрогнозы каждую секунду. 3 августа в губернии будет запущен в работу доплеровский локатор. В автоматическом режиме он будет беспрерывно, а не каждые полчаса, как нынешние радиолокаторы, отслеживать метеорологическую обстановку и передавать информацию в Приволжский гидрометцентр. И тут уже на компьютере синоптики будут определять водность облаков, их запас осадков и наличие гроз. Происходит как бы сканирование воздушной массы, ну, типа 3D. То есть вот программное обеспечение режет облако, ну, как лук мы режем, да, вот, получается, вот такие дольки. Его можно разрезать с помощью программного обеспечения поперек, вдоль, вертикально, горизонтально. И, в общем, программа, в общем-то, дает нам информацию более четкую и более на высоком уровне. С помощью локаторов синоптики могут прогнозировать и такие опасные явления, как ураганы и буря. В губернии работает 14 метеостанций и 16 постов. В Приволжском гидрометцентре хранится вся обобщенная информация о погоде с момента ее наблюдения. Ну, что, изменилась погода за последние десятилетия? Погода изменилась, да, и меняется. Мониторинг проводимый каждый год по сезонам. И, в общем-то, статистика показывает, что особенно за последние 10 лет изменилась погода. То есть теплее и зима. Ну, в общем, практически все сезоны становятся теплее, а количество осадков уменьшается. Кроме погоды в гидрометцентре исследует экологическую обстановку в губернии. Здесь работает несколько аккредитованных лабораторий. Специалисты проверяют наличие и качество загрязнения в атмосфере, воде и почве. Самарские специалисты могут определить и уровень радиации. Наш аналог американского гамоспектрона. Здесь мы определяем и радионуклидный состав почвы, воды, выпадение из атмосферы, осадков. То есть у него, так сказать, широкий спектр возможностей. В свою очередь глава администрации Олег Фурсов рассказал сотрудникам гидромета, какая атмосфера сейчас царит в городе. Ветер позитивных перемен уже подул. И вскоре Самару накроет циклон созидания. В городе полным ходом идут ремонты и реконструкции дорог. Комплексно благоустраивают парки. Развернута работа по ремонту фасадов зданий в исторической части Самары. В том числе и с привлечением инвесторов. Закупается новая спецтехника, а также пополняется парк общественного транспорта. Это стало возможно благодаря новому подходу к формированию городской власти. Олег Фурсов объяснил, и в чем суть реформы местного самоуправления. В сентябре пройдут выборы депутатов в районные советы. Создавая районные советы и увеличивая представительство в разы, мы исходим из очень простого принципа, что в эти советы должны попасть люди, которые представляют трудовые коллективы, которые представляют общественные организации, и могут смело людям смотреть в глаза и нести ответственность за те действия, которые они будут предпринимать, работая вот в этом уровне. Избранные советы и районные администрации получат ряд полномочий и станут более самостоятельными, что позволит решать вопросы местного значения быстрее и эффективнее. Марина Матвеевшина, Артем Сулайман, События. Эффективнее станет и система местного самоуправления. В Самаре продолжается регистрация кандидатов на выборы в районные советы депутатов. В железнодорожном районе сегодня выдавали удостоверение к кандидатам, к документам которых не возникло вопросов. В территориальной избирательной комиссии присутствовал и наш корреспондент. До выборов в районные советы депутатов остается чуть больше месяца. Уже 13 сентября самарцам предстоит выбор 284 депутата, из которых впоследствии сформируется и Дума городского округа Самара в количестве 41 депутата. По такой системе выборы в столице региона пройдут впервые за последние 25 лет. Любые выборы и выборы муниципальные должны, конечно, проходить в обстановке и конкуренции. Мы надеемся, что такая конкуренция пойдет на благо горожанам и что будут в районные советы, а впоследствии кто-то и в городскую думу избраны. Действительно те люди, которые отвечают запросам наших людей, самарцев, те, которые проявят свою эффективность уже на этапе избирательной кампании и смогут быть убедительными во время встреч с избирателями. На данный момент в Самаре наибольшее количество выдвинутых кандидатов в Единой России. По состоянию на 31 июля из 555 человек около 200 уже были зарегистрированы. Сегодня регистрация кандидатов в районные советы депутатов началась в железнодорожном районе. У нас выдвинулось по одномандатным избирательным округам 65 кандидатов. Из них на сегодняшний момент зарегистрировано 29, 2 кандидата от политической партии Яблоко, 9 кандидатов от Справедливой России, от ЛДПР 13, от Единой России 4 и еще в порядке самого движения 1 кандидат. В Самаре регистрация кандидатов продлится до 7 августа, после чего выдача удостоверений будет завершена. Марьяна Мирная, Алексей Золотенков, События. На подработки поставят крест. Все условия для работы созданы для сотрудников на родном авиакоре. Из-за сложных отношений с Украиной и прекращения заказов на производство самолетов Ан-140, нагрузка на сотрудников завода снизилась. Рабочих дней теперь всего три. Так, чтобы люди не потеряли в зарплате и не попали под сокращение, им предоставили временные рабочие места на заводе. С сотрудниками предприятия пообщалась наша съемочная группа. В ответе за безопасные полеты Айнур Зарипов уже около года. Сейчас в связи со сложностями на заводе, три дня в неделю занимается основной работой. Руководит бригадой по ремонту самолетов Ту-154. Оставшиеся два дня трудится дополнительно. Я не теряю ничего. То есть, до этого у меня были простое по работе, было маленькие простое. Сейчас я полностью занят все пять дней в неделю. По зарплате я получаю то же самое. Я доволен. Более 500 работников предприятия из-за уменьшения количества заказов могли потерять около трети зарплаты, а то и работу. Благодаря антикризисной программе, которую проводит областное министерство труда, для сотрудников завода создали временные рабочие места. Работы связаны с перемещением оборудования, с оптимизацией, с высвобождением старого и утилизацией старого оборудования, сбор металлома, приведение в порядок рабочих мест. Затраты на зарплату работникам компенсирует Минтруда. Создание временных рабочих мест – часть антикризисной программы министерства, на которую направлено из федерального и областного бюджета в порядка 800 миллионов рублей. Около 100 уже освоено. Из них 18 на временное трудоустройство. Чтобы не оставлять людей без работы, Минтруда за счет бюджетных средств обучает тех, кто рискует попасть под сокращение. У них есть возможность за наши средства точно так же переобучиться, получить востребованную на рынке трудопрофессию. В период обучения им также выплачивается заработная плата, а по итогам они получают гарантированное трудоустройство. Потому что мы деньги даем конкретному предприятию, он обучает сотрудников, а потом трудоустраивает к себе. В антикризисном режиме авиакору необходимо продержаться до зимы. С нового года на заводе надеются перейти на привычный алгоритм работы. По плану объем заказов вновь вырастет, и сотрудники будут заниматься непосредственно своей работой все пять дней в неделю. До конца года за временное трудоустройство людей предприятие ожидает получить компенсацию в размере более 20 миллионов рублей. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События. В рамках проекта «На связи с губернатором» активные жители поселка Зубчининовка встретились с представителями Общественного совета и районной администрации. Обсудили результаты совместной работы и проблемы, которые еще только предстоит решить. Луч света в конце тоннеля забрезжил для жителей Зубчининовки. Новые фонари, всего их порядка 200, появились на улице Чекистов, Магистральная, Бортмехаников, Литвиново-Изыскательная. Освещен подход к детской поликлинике. Проблема темных улиц уже давно волнует жителей поселка. Вот, во-первых, освещение появилось, а это была проблема старые времена. Потом асфальтирование некоторых улиц, хотя жители мечтают, что все улицы были асфальтированы. Я думаю, в будущем это будет возможно, а сейчас будем это решать. По многочисленным обращениям жителей улицу Магистральная включили в план капремонта. После дождей здесь собираются лужи, вода не уходит. Сложно не только проехать, даже пройти почти невозможно, особенно детям. Член общественного совета Зубчининовки и учитель младших классов Ольга Хрипченко знает об этом не понаслышке. К сожалению, детки приходят на урок, вот в осенью начнутся дожди, приходят в сапогах грязные, порой их обливает машина, приходится возвращаться домой, чтобы переодеваться. Но это дороги самое главное, наверное, проблема у нас. На общественных слушаниях проекта на связи с губернатором люди могут получить ответы на самые волнующие их вопросы. Сделать власть ближе к народу – такова цель реформы местного самоуправления в Самаре. Валерия Макарова, Артем Сулайманов, События. Администрация Куйбышевского района объединилась в борьбе против незаконных свалок с правоохранителями и сотрудниками пожарной охраны. Совместные рейды проходят каждую неделю. Многочасовые засады, преследование потенциальных нарушителей, как в лучших традициях детективов. Проблемных точек в Куйбышевском районе порядка десяти. Одна из них – на улице Утевская в районе военной части. Дорога в этом месте сворачивает в лесополосу. Деревья удобно прикрывают место преступления. Некоторые предприниматели предпочитают сбрасывать отходы в лесу, чтобы не платить за утилизацию мусора на специальных полигонах. Но в итоге скупой платит дважды, а порой и в 20 раз больше, как, например, нарушитель, которого на Утевской поймали в мае. Выписали протокол, вызвали на административную комиссию, заставили тот мусор, который он привез, вывезти с собой. Увез он их на полигон, потом на административной комиссии он сделал большие глаза, удивившись, что то, что он привез, оказывается, потратил на полигоне за утилизацию. Он заплатил 170 рублей. Мы его оштрафовали на 2000. В Самаре по решению суда взят под стражу главный подозреваемый в убийстве 18-летней студентки Владислав Роговик. Напомним, Анна Бондарева пропала в ночь на 22 июля в районе дачного массива Сокские Зори, где до исчезновения она отдыхала на даче в компании своих друзей. Ее тело было найдено только спустя 6 дней в лесополосе. Подробности из зала суда в нашем сюжете. На скамье подсудимых 20-летний Владислав Роговик. На сегодняшний момент он признается в совершении убийства 18-летней Анны. Мотив преступления пока не ясен, как и способ убийства. По предварительным данным, девушку задушили. Что именно произошло в ночь на 22 июля, сейчас выясняют следователи. На заседании они ходатайствовали о том, что молодого человека необходимо взять под стражу. Прежде всего, одним из оснований избрания данной меры пресечения послужило то, что Роговик подозревается в совершении преступления, которое уголовным законодательством относится к категории особо тяжких преступлений, из-за которой предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы. Кроме того, он может оказать давление на свидетелей по уголовному делу. О самом подозреваемом известно лишь то, что молодой человек ведет непонятный для многих его знакомых образ жизни. При наличии матери, отца и квартиры живет то там, то тут. А полтора года назад бросил университет. По решению суда, ближайшие два месяца, пока будет идти следствие, Владислав Роговик проведет в следственном изоляторе. К слову, об этом суд просил и сам подозреваемый, который отказался от адвоката и на данный момент признался в преступлении. Павел Баймаков, Алексей Золотенков. События. Ленинский район Самары под чутким контролем народных дружинников. По данным местного отделения полиции, количество карманных и квартирных краж уменьшилось, беспорядков на улице стало меньше. В рейд по Самарским улицам вместе с дружинниками вышла и наша съемочная группа. Получили ориентировки, прослушали инструктаж. Сотрудники полиции и добровольные дружинники выходят на вечернее дежурство. Анатолий Спиваков дружинник опытный. Охраняет порядок на улицах уже 4 месяца. Рассказывает, кроме курения и распития спиртного в неположенных местах, нарушений не встречал. Говорит, конфликтов не возникало ни разу. Люди очень хорошо реагируют. Люди сразу исполняют все, которые мы предоставим. Сотрудник полиции предоставляет им замечания. Чем больше граждан будет вступать в ДНД, тем лучше будет в городе Самаре жить и безопаснее будет ходить по улицам. В составе дружинников от народа по распоряжению главы города Самарские улицы патрулируют и сотрудники местных администраций. Жители изменения уже замечают. Говорят, в городе стало спокойнее. На спокойнее стало, потому что я вот в последнее время начал замечать. Один патруль за другим, естественно, беспорядков меньше стало. Стало пьяниц меньше сидеть. Там раньше столько было. Съели пиво, водку пили. Сейчас вот идешь, дети сидят и со взрослыми гуляют. У нас молодежь под домом. Сейчас что-то не стали, а то так шумели. Ужас один. А вот сейчас нет, что-то тихо. Наверное, кто-нибудь пристурнил. Добровольные дружины не только охраняют правопорядок, по мере возможности помогают жителям. Горожане говорят, когда на улицах постоянно видишь патрули, не страшны никакие подворотни и темные переулки. Алина Чемерис, Максим Гусь, События. Жители Озерного больше не отрезаны от города. В поселке запущены автобусные маршруты. Автобусы 26, 32, 32Д и 66 теперь будут следовать заездам в поселок Озерный. Департамент транспорта разработал новую схему движения по поручению главы администрации города Олега Фурсова. На переулке Сиреневой была построена посадочная площадка. Установлены дорожные знаки, павильон ожидания. Сейчас проводится благоустройство данной территории. Напомним, ранее эти маршруты следовали до улицы Центральной, которая находится недалеко от поселков Озерный и Кряж. Другие новости транспорта. В этом году Самара принимала Всероссийский конкурс водителей трамваев. Великолепно проявили себя самарцы. Два водителя самарского ТТУ заняли призовые места – третья и пятая. С ними познакомился наш корреспондент. Несмотря на скептическое отношение некоторых мужчин к женщинам на дороге, лучшими водителями трамвая стали именно представительницы прекрасного пола. Зульфиря Резванова и Филя Хелькова – гордость всего Самарского трамвайно-троллейбусного управления. Они вошли в пятерку лучших по итогам Всероссийского конкурса водительского мастерства. Победа, рассказывают, поблажек не дает. Даже наоборот. Все равно же внимание совсем другое, пристальное. То есть, если там, допустим, кому-то что-то, ну, скажем так, проститься, то, ну, все равно я как бы наведу. То есть, если я там где-то что-то нарушу, это уже будет сразу заметно. Высокий профессионализм и любовь к своей работе помогли самарским девушкам обойти сильнейших мастеров своего дела со всей России. Увидела трамвай и влюбилась в него. Потому что я не местная, приехала, то увидела и влюбилась. И все. И у меня с того момента все, трамвайная жизнь началась. За звание лучшего водителя трамвая боролись 40 участников со всей страны. Кроме вождения, водители соревновались в знании правил дорожного движения, технического оснащения трамвая и культуре обслуживания. Наши девчонки повели себя молодцы. Прям бойцовский характер показали. Значит, сильные стороны у них, конечно, в езде были и в теории были. Но, как оказалось, на самом деле были люди, которые были их поселение немножко. Они ушли со своей ошибки. И, думаю, на следующем конкурсе через год мы выступим более достойно. По примеру, победители и все водители самарских трамваев стали внимательнее относиться к своей работе. Ведь победа в конкурсе дает не только денежные призы, но и почет и уважение среди коллег и среди пассажиров. Марина Матвеевична, Станислав Левин. События. Прокатятся ветерком и с песней. В Самаре появился необычный таксист, который не просто доставит вас к месту назначения, но и скрасит путешествие песней в собственном исполнении. Марина Мирная прокатилась. Чужие губы тебя ласкают, чужие губы шепчут тебе, что ты одна, ты одна такая, чужая стала сама себе. Минусовку погромче, окна пошире. И за клиентом по адресу. Парень из Суходола Алексей Брыдков нашел свое призвание. Говорит, в такси пришел работать из-за свободного графика, чтобы оставалось время на творчество. Хотя и за рулем баранки зря времени не теряет. По дороге до места назначения распевает песни. Пассажиры говорят только рады и нередко сами подпевают на бэк-вокале. Раньше я предлагал всем, многие люди соглашались на самом деле, потому что это интересно, когда птица поет. Но потом понял, что нужно действовать здесь более аккуратно, потому что многие люди не очень на это отреагируют. Вот, начал как бы издалека так подходить, как настроение. Не хотите ли там хорошую песню включить? Если я вижу, что человеку понравилось, он говорит, вау, здорово. Слушай, а что-нибудь еще есть? Можешь включить там. Я говорю, да, конечно, я говорю, могу включить, если хочешь, могу сам спеть. Руки вверх, фактор 2 и свои собственные песни. Любимый репертуар необычного таксиста. Но про основную работу Алексей не забывает. Тем более, что шокировать пассажиров сразу не стоит. Нужно дать им время адаптироваться. Алло, здравствуйте, девушка. Это вам водитель звонит? Да, я подъехал. Можете выходить. Угу, хорошо. Пение – лучший способ пережить самарские пробки, уверен Алексей, а заодно и найти единомышленников. Соседние машины гудят, водители машут из окона, иногда даже подпевают. Итак, поехали с вами Алексей Брыдков с композицией «Майстры Ван» для Твой. Слушаем и поем, ребята. Вместе с вами. Конечно, есть такие клиенты, которые предпочитают ехать в тишине. Но большинству пассажиров Алексея все же становится любопытно, что это за явление такое – таксист-вокалист. Впервые попала в такую поездку. Вообще очень клево, настроение отличное. Обязательно буду рекомендовать своим друзьям. И сама буду всегда вызывать только такое такси. Алексей уверен, что таким нетривиальным способом сможет поднять свое творчество на новый уровень. Говорит, что солист любимой группы «Руки вверх» Сергей Жуков уже знает о его персоне. И даже разместил несколько постов о нем на своей странице в социальной сети. Марьяна Мирная, Алексей Золотенков. События. Спасибо большое. С 1 августа в Самаре начинается регистрация участников благотворительного марафона «Вставай и беги». Он пройдет 4 сентября при поддержке правительства Самарской области и администрации городского округа Самара с целью поддержки развития спорта и здорового образа жизни. Стать участником спортивного события могут все желающие в возрасте от 18 лет и старше. Трасса марафона в Самаре пройдет по Волжскому проспекту и улицам Вилоновская, Молодогвардейская и Полевая. На этом наш выпуск завершен. Смотрите нас онлайн на сайте samara.tv и через специальные бесплатные приложения для телефонов и планшетов на базе Android и iOS. Полный архив передач на www.samaragis.ru. Следуйте за нами в Twitter, читайте нас в социальных сетях ВКонтакте и Facebook. И это пока все городские новости. А у меня еще события экономики, не переключайтесь. Говорят, что Ной был первым бизнесменом на свете. Причем свое дело он основал, когда весь остальной мир находился в процессе ликвидации. Правительство нашей страны одной рукой душит бизнес, а другой субсидирует. В Госдуму внесли поправки в закон о микрофинансовой деятельности. Предполагается увеличить до 3 миллионов рублей предельный размер микрозайма для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц при сохранении действующего предельного размера микрозайма для физических лиц в размере 1 миллиона рублей. Чиновники считают, что увеличение предельного размера микрозайма позволит предпринимателям открывать и развивать свой бизнес, а также реализовывать новые проекты, особенно в производственной сфере. Да только эти микрозаймы по 30% годовых отдавать надо. И вот тут у бизнесменов могут возникнуть проблемы, особенно после уплаты всех положенных налогов. Во втором квартале 2015 года темпы выдачи новых розничных кредитов продолжили сокращаться. Однако относительно первого квартала масштабы падения немного снизились во всех сегментах, кроме ипотеки. Вместе с тем наметилось также улучшение качества действующих кредитов. За второй квартал сократился рост просроченной задолженности, особенно в потребительском сегменте. Сами заемщики стали более позитивно оценивать свои доходы. По результатам опроса в феврале 40,4% респондентов отметили, что их доходов хватает только на еду и одежду, а в июле таких оказалось 31,3%. Сами исследователи считают, что это лишь субъективное восприятие ситуации. Курортный сбор у России введут не раньше 2017 года. При этом основными препятствиями для его введения заинтересованные ведомства называют законотворческие и бюрократические необходимости. В то же время саму необходимость введения такого сбора обосновывают усилением антропогенной нагрузки и поиском источников средств на поддержание в удовлетворительном состоянии инфраструктуры в условиях ограниченных региональных бюджетов. На эти благие цели предполагается взимать с каждого туриста от 50 до 100 рублей за день проживания. Туроператоры надеются, что эту идею вообще тихонько похоронят. А на сегодня это все. Хороших выходных!